Не в защите, не в защите. Общая ситуация такая, что уже два месяца, как мой муж находится в СИЗО, его забрали 10 июня месяца. За два месяца была подана апелляция наша. Даже не за два месяца, а в кратчайшие сроки, через шесть дней после того, как его забрали, была подана апелляция. И, по идее, за два месяца должно было уже состояться рассмотрение дела в апелляционном суде и вынесено какое-то решение. Но, к сожалению, ничего до сих пор так и не произошло. К тому же прокуратура, насколько я знаю, подала апелляцию со своей стороны, но с нарушением сроков. Спасибо. Вот понедельник этой недели, 10 числа, было уже два месяца. И, как мне сказали, что мужа должны были уже выпустить, но он все еще там находится. Вот, это вкратце. Юрий Лихот, а просили об общественности? Ну, общественность сразу, как только узнала, естественно, начала следить. Мы, естественно, к прессе все вышли, ну, вышли, вот кто-то говорит, что мы там слишком поздно, но на самом деле проводилась работа, проводилась работа с адвокатом. Мы, естественно, выясняли ситуацию и с прокуратурой, и с судом. Продолжаем следить за этим. И, в принципе, ну, вот чуть-чуть сейчас зашевелилось, потому что уже как бы поднялись все-все очень. И, чтобы вы понимали, ну, мы занимаемся разными вопросами, но к этому вопросу, особенно в интернете, в фейсбуке, очень серьезное, огромное внимание людей. То есть, люди только после первого же поста, люди сказали, куда выходить. Куда выходить? На сегодня, во-первых, человек должен быть на свободе. Во-вторых, должно начаться рассмотрение по существу, не так за 20 минут, как сделали, но в первую очередь человек должен быть на свободе. Я уже объяснял всем, что человек не просто, это не просто человек, человек зарабатывает деньги, тратит их на помощь армии и именно на беспилотники. То есть, не просто там носки или что-то, которые тоже важны. Сейчас у нас лежит, в нашем отделе разведки лежит три незаконченных крыла, которые уже два месяца должны летать. И когда нам рассказывают, вот вы понимаете, мы много общаемся с представителями там судебной, ну, скажем так, вот, темиды, назовем их общим образом. Всем подходят, все с пониманием относятся. Но человек, блин, сидит. Вот, вот там вот у нас такие законы, вот там запятые. Вот поэтому я предлагаю, я уже высказал, я уже предложил, давайте вот этих всех людей, которые так делают, рассказывают нам законы, обмотаем их этими кодексами, конституциями там, запятые их нарисуем и пошлем в разведку. Пусть они добывают развединформацию на фронте, ту, которую должны были добывать беспилотники. Поэтому вот еще раз обращаемся ко всем, к суд, прокуратуру, милиции, я не знаю, к кому еще обращаются, включите, пожалуйста, державную позицию. Вот кто, кто аплодирует тому, что сейчас Дима сидит в тюрьме? Вот скажите мне, сепаратист. Потому что хоть что-то, а вот небо не прикрыто. Вы видите, что там сейчас только срога так не стреляют по нашим. Вот поэтому мне хочется вот это все частности. Главное, вот если человек, державный, государственник идет, видит что-то не так, он не должен сдать там, когда создаться комиссия, прибегут там какие-то активисты бешеные, там журналисты, он видит что-то не так, взял и сделал. Это несложно. Вит, если можно, в другую ситуацию, потому что есть предприятия. Ну, во-первых, я понимаю эмоциональную позицию Юрия. Он выступает с позиции гражданина, человека, активиста. Мы, к сожалению или к счастью, но мы не можем себе позволить такую эмоциональную позицию. У нас есть закон, мы орган, надзирающий за соблюдением законов, поэтому мы можем работать только в тех условиях, которые нам предоставили законодатели. Первое, что хочу сказать в отношении содержания под стражей. Приговор суда за 10 июня 2015 года, да, вот когда был помещен Дмитрий под стражу, ухвалив обрати Явдошенко и Дмитру Миколаевичу за поближный захид у выглядяя тримания під вартою в Харьковском следственном изоляторе до набрання выраком законной силы. Суд решил, мы не можем как бы давать оценки. У нас суд это высшая эстетация. Вот. Мы можем по-разному оценивать это, да, почему не на 60 суток, так как это принимает, принимается общая практика по Уголовному процессуальному кодексу Украины. Но такое решение есть. Дальше. То есть, что нужно сделать для того, чтобы Дмитрий вышел из СИЗО? Логично, что нужно отменить приговор. Мы подали апелляционную жалобу. Не на основании того, что Дмитрий сидит в СИЗО. Это решение суда. У нас есть своя позиция. Мы изучили, вы знаете, да, что любое судебное заседание, оно идет аудиофиксация. Вот мы, когда появилась информация в СМИ, когда возникли определенные претензии к прокуратуре, естественно, мы на такие вещи всегда реагируем. Было проведено служебное расследование, в рамках которого мы запросили диск с записью суда. Чего обычно... Чего обычно мы не делаем. То есть, есть практика изучать сам приговор, текст приговора. Но поскольку такая была ситуация, мы в рамках служебного расследования изучили запись судебного заседания и установили определенный ряд процессуальных недостатков. То, что прокурор, который поддерживал обвинения по этому делу, не увидел этих процессуальных недостатков, не отреагировал на них вовремя, этому дана была оценка в рамках служебного расследования и ему вынесен выговор. Что касается самих процессуальных недостатков, то есть, вот то, о чем говорил Юрий, что суд за 20 минут. То есть, есть как бы сокращенная процедура рассмотрения дела, а есть как бы полная. Вот когда сокращенная процедура, она проводится только с согласием всех участников судебного заседания. Так вот, когда спрашивали у всех участников, как бы были нарушены определенные процессуальные нормы в отношении Дмитрия Евдошенко. Мы считаем, что это достаточное основание для того, чтобы отменить приговор и отправить дело на новое судебное рассмотрение для того, чтобы рассмотреть его по полной процедуре под четким взором общественности, да, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что Фемида и закон в этой стране работают. Вот. Завтра, собственно, почему мы опоздали с апелляцией, да, вот нарушение срока. Мы подали ходатайство о восстановлении сроков, это предусмотрено законом, потому что эти процессуальные нарушения мы не могли обнаружить, только прочитав приговор. То есть пошла служебная проверка, запросили диск в суде, заслушали и увидели эти, точнее услышали эти процессуальные нарушения. Поэтому были нарушены сроки, но мы обратились в апелляционный суд, и завтра будет рассматриваться наше ходатайство о восстановлении сроков. Что будет дальше, если нам сроки восстановят? То есть рассматривается наша апелляция, если суд ее удовлетворяет, то приговор отменяется, Дмитрий Евдошенко выходит из-под стражи, и дело направляется на повторное рассмотрение. Буквально, извините, что так долго, буквально еще один тезис. Что касается тезиса «Не рассматривается апелляция». Я так поинтересовалась, и по моей информации, дело из Дзержинского районного суда в апелляционный суд ходилось с 17 июля по 10 августа. То есть 17 июля Дзержинский районный суд направляет в апелляционный суд дело. Оно приходит туда 21 числа, в рамках одного города, мы понимаем, у нас оно ходит. 24 числа апелляционный суд, изучив материалы, считает, что они неправильно оформлены. То есть не само дело, а вот оформление, передача этого дела неправильно оформлена. И отправляет назад в Дзержинский суд. И вот только 10 августа Дзержинский суд, то есть с 24 июля по 10 августа Дзержинский районный суд исправлял оформление передачи дела. И только 11 числа, 11.08, то есть буквально на днях, дело снова попало в апелляционный суд. Выводы делайте сами. Итак, об апелляции... О, давайте перешивайте. Сейчас, секунду. Об апелляции... Тебе то, что мы просим, или наши тезисы? Мы просим приговор Дзержинского районного суда города Харькова от 10 июня 2015 года в уголовном производстве в отношении Явдошенко Дмитрия за ст. 336 Уголовного кодекса Украины скасовать в связи с источным порушением криминального процессуального закона. Призначити в криминальном проведении, стосовно Явдошенко, новый взгляд в Дзержинском районном суде города Харькова. Да, сейчас Анатолий Тарасенко. Что Вы делаете для того, чтобы освободить Дмитрия? Да, прежде всего я хочу сказать о том, что я сейчас приехал из следственного изолятора, где пребывает Дмитрий, и с новостью. Новость, которая говорит о том, что сегодня в 12.30 будет слушание дела по делу Явдошенко в Арктиадском районном суде и будет слушаться по части жалобы, которая была подана мной по ст. 206 Уголовного процессуального кодекса Украины. Конечно же, я расскажу и более подробно по поводу этой статьи, но просто хочу, чтобы Вы меня поняли. В 12.30 мне необходимо быть в следственном изоляторе и участвовать в том судебном заседании, которое, надеюсь, состоится вовремя. Что собой представляет это судебное заседание? В соответствии со ст. 206 Уголовного процессуального кодекса Украины, если судья узнает, что на его территории находится человек, который пребывает под стражей незаконно, он обязан его к себе вызвать, рассмотреть этот вопрос и освободить его немедленно. Это так говорит уголовно-процессуальный кодекс. Я подал в этой связи соответствующее заявление в следственный изолятор руководителю, в Октябрьский суд, и проинформировал об этом уполномоченного по правам человека в Верховной Раде Украины. Для того, чтобы они знали. Они ничего не сделают, как и, в общем-то, все остальные, но чтобы они знали о том, что содержится под стражей с 10-го числа человек незаконно. Теперь по поводу моего утверждения на этот счет. Я вынужден, конечно же, наезжать на прокуратуру. Но дело в том, что это всего-навсего одна из позиций прокуратуры, или, так скажем, части должностных лиц прокуратуры, о том, что они ничего не могут сделать. Это не так. Почему? Потому что есть один простой вопрос, который надо задавать даже, надо не только журналистам, но и любому человеку. Скажите, пожалуйста, приговор, который вынес 70-го июня этого года, вступил в законную силу? Да или нет? Да или нет? Не вступил, правда? Если он не вступил, на каком основании человек находится в следственном изоляторе один день, один час, одну секунду? Если этот приговор не вступил в законную силу? Таким образом, я хочу сказать о том, что человек уже два месяца содержится незаконно. Но даже если это так, даже если согласиться с тем, что избранная мера пресечения второй строкой приговора, который не вступил в законную силу, избранная мера пресечения тем не менее действует, я хотел бы вам сегодня прочесть из закона оригинала, что собой представляет статья 197 Уголовно-процессуального кодекса. Это по поводу того, есть ли закон на этот счет. Срок действия ухвала следствия суддей, кома суду, про тримание під вартою або продолжение строку тримания під вартою не может перевищивать 60 дней. Люди добрые, вы можете как-то по-другому прочесть слово 60 дней? Как-то по-другому можно прочесть? Да, конечно, судья прочитал по-другому. Он написал что? Бесконечный строк, бесконечный. Если это в соответствии с Конституцией Украины, то мне добавить нечего. Тогда у нас суды действительно имеют возможность что? По своей воле избирать ту меру пресечения, которую им нравится. Потому что я хочу продолжить, но окончание ваших слов. Если будет отменен не вступивший в силу приговор от 10 июня 2015 года, вторая строка будет действовать или нет приговора. А там написано до вступления в законную силу он должен что? Пребывать под стражей. То есть до того момента, пока не вступит в законную силу любой приговор по делу Евдошенко, он должен находиться в тюрьме. Это может быть месяц, это может быть год, это может быть 5 лет. Так что, это украинское законодательство так действует? В связи с этим была подана жалоба в районный суд, где сегодня содержится Евдошенко. Как рассматривает это дело суд? Как это должно быть? Судья, увидев такое заявление, как сказано в законе, немедленно должен позвать к себе этого человека. Это ему предоставляется такое право и у него такая обязанность. Для чего? Для того, чтобы разобравшись с тем, правильно или неправильно он содержится под стражей, принять одно из двух решений. Иди и дальше сиди или немедленно выйди. Почему? Потому что ты свободный человек. Судья имеет на это право. Что на сегодняшний день делать Октябрьский суд? Красивая позиция, как обычно позиция прокуратуры, суда и так далее. Они делают видеоконференцию. Зачем, знаете? Затем для того, чтобы даже если вдруг человек содержится там незаконно, ну что же я могу поделать? Он же сидит. Начальник тюрьмы, освобождаю его. А начальник тюрьмы скажет, да нет, у меня есть приговор. Я не могу его освободить. Даже по твоему суда решению. Потому что человек не может оттуда самостоятельно выйти, будучи свободным. Я хочу сказать, 10, 11, 12, сегодня какое число? Человек содержится незаконно. На этот счет, в моем ходатайстве, в моем заявлении, жалобе в Октябрьский суд, есть практика Европейского суда по правам человека. По украинскому законодательству, по украинскому уголовно-процессуальному кодексу. К сожалению, эту практику знают только на пальцах юристы, не знают совершенно в прокуратуре, не видят совершенно в суде. Что в этом отношении необходимо сказать для, как я уже было сказано, державной позиции, да хотя бы какую-нибудь позицию иметь. Скажите, пожалуйста, срок для подачи апелляции известный прокуратуре? Один месяц. Скажите, почему 10 числа я отправил две апелляции для того, чтобы они дошли? В том числе электронным видом, в том числе и по почте. Почему я это могу сделать, а прокуратура 10 июля не соизволила даже написать о том, что вы знаете, мы когда-нибудь что-нибудь подадим? Почему заместитель прокурора Харьковской области позволяет себе 22 июля писать о том, что вы знаете, мы пропустили срок. Ой, мы срок, оказывается, пропустили на 12 дней. Это такое отношение к украинскому законодательству. Да, конечно. Но не сейчас, я поняла. Просто чуть-чуть попозже. Я хочу, чтобы начали говорить откровенно, почему так происходит. Почему суд на сегодняшний день не может вынести решение, которое называется освобождение человека из-под стражи. Еще до апелляционной жалобы. Почему не может вынести это решение? Ведь это можно сделать. Почему прокуратура не ходатайствует в своем, в своей апелляционной жалобе, поданной не в срок? Почему не говорит о том, что необходимо изменить меру пресечения? Вот почему? Это что, корова, которую нельзя резать? Это нужно делать. И, к сожалению, не только не пользуются уголовно-процессуальным кодексом, но и, вы знаете, слово такое, отмораживаются. Все те, которые даже на словах говорят о том, что они хотят помочь чередушникам. Благодарю. Да, можно, пожалуйста. Что касается подачи апелляции, мне казалось, что я достаточно четко объяснила. Еще раз говорю, что нас задержало служебное расследование. Мы же не можем подавать, как вы, господа адвокаты, 5, 10, 15 жалоб. У нас, мая, будет выважена под позиция. Мы должны изучить все материалы и подготовить нормальные документы. Спешите, да? Нет, вы отвечаете от этого. Что касается вашего эмоционального выступления, я вот апеллировала в этом плане к Юрию и к вам апеллирую. Ваши вот такие громкие заявления, что отмораживаются на словах. Вы знаете, я пришла сюда, я сижу рядом с вами, я высказываю позицию, я не скрываю того, что у нас тоже есть ошибки. Я прямо говорю о том, что наш прокурор пропустил процессуальное, и да, действительно, должна была быть апелляция подана сразу. Прокурор наказан. Что нам нужно? Вывести его на площадь, расстрелять? Мы провели расследование внутреннее. Мы человека наказали. ошибку как можем в рамках закона сейчас исправляем. Апелляционную жалобу мы подали. Прямо заявляем, что наша позиция в том, что этот приговор нужно отменить, что человек должен выйти на свободу. Как бы есть эмоции и есть то, что мы сделали. По поводу отмораживания. Я пришла со всеми документами, все, что могу, я сказала. По поводу позиции апелляция подана, несмотря на сроки. Да, задержали. Да, мы тоже прямо об этом говорим. И прямо говорим, почему это так. Вы со своей стороны сейчас боретесь за Дмитрия Евдошенко, а мы со своей. И я не совсем сейчас понимаю, как бы, в чем у нас с вами конфликт. Я в защиту вас скажу. И журналистам еще чуть-чуть подольем масло в огонь по поводу судебного решения. Знаете, сейчас существует в украинском законодательстве существует принцип состязательности. Когда сторона обвинения, сторона защиты в суде состязается. Так вот, прокуратура, к чести сказать того прокурора, которого наказали, прокуратура не ходатайствовала об избрании в отношении Евдошенко меры пресечения содержания подстражей. А суд выбрал самостоятельно это решение. Я вам больше скажу. Державный обвинувач пропонувал суду призначит Евдошенко покорание в виде четырех роков позбавления воли и за стосуванием статей 75 с извилинением отбывания покорания. И мы не настаивали на реальной мере. 11 июня он не подал апелляцию и не подал в течение месяца. И наказан за это. И прокурор наказан за это. За то, что не продолжал свою позицию, за то, что не увидел процессуальные нарушения и так далее. А за что наказан мой муж? Он два месяца сидит в тюрьме. Можно мы будем еще помочь? Решение они принимали не мы. Я понимаю, да. Решение принимал суд. Но муж два месяца сидит в тюрьме. Помогите разобраться, потому что вы все говорите на юридическом языке, который для нас не всех непонятный. Не всегда понятен. Мы все рассказывали, что Юрия осудили. Дмитрия. Дмитрия. Еще нет. Осудили и так далее. А вы тут сейчас расскажите, что приговор не вступил в силу. Объясните, что здесь вообще ничего не понятно. что непонятно. Есть приговор, который вынесен, но он не вступает в законную силу до момента, когда он в соответствии с законом может быть вступившим в законную силу. То есть, если бы мы не подали апелляцию до 10-го числа, как, например, не подала прокуратура, приговор бы вступил в законную силу 10-го. все. Так. И получается, что он сидит, пока не рассматриваются апелляционные жалобы, правильно? Более того, пока не вступит в законную силу хоть какое-нибудь решение по его мере пресечения. Но, я так понимаю, это обычная практика, когда люди в СИЗО ждут? Нет, это не обычная практика. Обычная практика это тогда, когда во время досудебного следствия человека следственный судья арестовывает и что? И направляет туда. И тогда в соответствии с 197-й статьей есть два месяца, которые что? Которые соблюдаются очень четко. А потом продляются эти два месяца для того, чтобы он содержался законным. Здесь Евдушенко был на свободе до вынесения приговора. До вынесения приговора. Не вступления в силу, а до вынесения приговора. И только потом не вступившим в силу приговора он был что? Направлен в следственный изолятор. Где в законе предусмотрена такая возможность? Подчеркиваю, нигде. Еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Калпушкин вот здесь сидел, говорил, что да, мы готовы, мы будем хотим пообщаться, мы будем хотим помочь. Дальше Райан то же самое говорил, что мы сделаем все возможное, мы посоветуемся, как это сделать лучше. С кем из них вы общались и так далее. Потому что по ситуации вот такое ощущение складывается, что нам будет, а выходит, что никто в этом не заинтересован. Вот смотрите, мы знаем, что у нас завтра будет рассмотрение в апелляционном суде вопрос о восстановлении сроков для подачи апелляции. Честно говоря, для нас никакого значения это рассмотрение не имеет. Но будет интересна позиция, например, военкома, областной администрации в отношении меры пресечения, в отношении того, что человек сейчас содержится под стражем. Можно что-нибудь, кроме заявлений устных, что-нибудь в виде документа или что-нибудь в виде представителя в заседании, не только представителя общественности, которые имеют возможность, к счастью, имеют возможность с плакатами стоять, а что-нибудь еще. Ну, например, прокуратура подала апелляцию. Может ли какой-либо документ в поддержку господина Евдошенко подать еще кто-то? Обещал, вы с ним виделись, общались, что они... У нас будет рассмотрение дела по существу. Я думаю, что к тому моменту, когда будет рассмотрение не с меры пресечения, а рассмотрение по существу, выскажут все. Ждем? Ждем? До суда вы с ним уже общались или не общались? Потому что они именно говорили об этом, что и Райнин, и Калбушкин говорили, что вот пообщаются с адвокатом, с семьей и подумают, как можно поддержать эту семью. Знаете, есть та часть, есть та часть, которую я не буду даже на пресс-конференции говорить, которая связана с встречами. Я скажу так, встречами. и я, и здесь все, кто за этим столом сидят, знают, о чем я говорю. Кто встречался и с кем встречался. Но, к сожалению, к величайшему сожалению, возым и не там. Вот есть встречи, есть хороший результат этой встречи, а человек сидит. еще секундочку, Володь, вот то, что опять же, есть разговоры, есть результат. Вот результат человек в тюрьме. Уважаемые коллеги, есть вопросы еще? Вопросы? Вопросы? Это как очень интересно излушала вас. Просто вопрос к вам. Для вашего понятия, что такое несовместная судьбная система, потому что с любви от всех. скажите, что вашей основной принципы это система судебной несовместной. Вот как ваше понимание. Ну, я с вас. Это вопрос к вам. Вы требуете, что вы все подряд в суду, а ваша судебная система должна быть по всем принципам. Один из принципов, к счастью, я уже сказал. Это вопрос состязательности. Когда есть одна сторона и есть другая сторона, а суд находится над ними. Находится над прокуратурой, а не под прокуратурой. Находится над администрацией, над защитой и так далее. Вот это один из главных принципов. Как только мы этот принцип теряем, как только суд начинает прислушиваться к чьему-то мнению, мы независимость судей забываем. К сожалению, у нас так было 20, 50, 70 лет. К сожалению, и на сегодняшний день принцип независимости судебной власти не реализован. депутат Марина, скажите, пожалуйста, вот сидит Катя, жена Дима, и она уже произнесла о том, что мальчишка, который заслужил, в моем понимании уважение, два месяца сидит в пену, а мы сегодня здесь говорим, тем временем он зарешет. Анатолий, наверное, вопрос больших вам. Я все-таки считаю и предлагаю, я думаю, что вы этим займетесь, что все-таки наказание за вот эти два месяца должен кто-то понести, и понести для начала, наверное, те, кто сделали это осуждение незаконное, что этот человек сегодня как вы думаете, есть возможность сегодня подавать какие-то жалобы и в итоге получать результаты. Я думаю, что то, что прокурора наказали, это хорошо, но я думаю, что прокурора надо наказать так, чтобы он больше, наверное, не забывал о том, что он может быть на месте вот этого мальчика очень быстро, и мы его оформим туда. спасибо за хороший вопрос, но если говорить серьезно и по существу, он точно не ко мне. Может быть, у нас как раз есть хорошее время для того, чтобы узнать, а как же был наказан, за что был наказан прокурор, который, по нашему мнению, является главным виновником в произошедшем событии. Могу как бы зачитывать, могу попытаться объяснить своими словами. Вот те процессуальные нарушения, о которых мы говорили, что у Евдошенко не выяснили, собственно, судом суперучвымогам 349 и КПК Украины не выяснено, правильно ли понимают участники судового проваджения проваджения без доследжения доказов. То есть понимает ли Евдошенко, что соглашаясь на вот эту сокращенную процедуру рассмотрения в суде, он таким образом лишается возможности оскарживать и вырок еще до цих обставин в аппаратийном порядке. Мы прослушали, вот у нас есть даже тайм-код, на каких минутах это у него все выясняется, вот эти несколько 30 секунд были нарушены его права. Прокурор там присутствовал, прокурор сидел, прокурор слушал и не отреагировал на это нарушение процессуальное, так как он должен был отреагировать как прокурор. При этом я хочу отметить такой момент, что сам состав преступления он в какой-то степени все равно присутствует. То есть то, что Дмитрий пришел в военкомат и отказался уже после прохождения получать повестку, это правда? Нет. Теперь я продолжу. Заметьте, в тщательном расследовании, которое проводилось почти полтора месяца, милицией. Кем? Милицией. Прокуратурой. Милиция. Прокуратура не проводит досудебное расследование по статьям 336. Я говорю о проверке внутренней проверки, которая полтора месяца проводилась. Не полтора месяца проводилась. И тем не менее, я так считаю. Минут слушать полтора месяца. Да, совершенно верно. И что у нас получается? И у нас получается, что в этом окончательном тексте ни слова не сказано по поводу того, что готовился какой-то документ, который называется соглашение сторон, который Дмитрий подписал. Ни слова нет. Ни слова не говорится о том, что делал прокурор после того, как был вынесен приговор и как он хотел помогать Дмитрию выйти из тюрьмы. Ни слова об этом не говорится. И вы считаете, что этот непроцессуальный документ мы должны рассматривать как серьезный? Вы считаете, что то, что не предусмотрено никаким законом предусмотрено чем? Внутренними инструкциями прокуратуры. Мы должны рассматривать как основание для пропуска срока на подачу апелляции. Для того, чтобы сказать ай-яй-яй прокурор, что ты там не то слышал? А то, что он не то слышал, а не отреагировал. А то, что он не то говорил и не то делал, это где-то предусмотрено? Вот прочувствуйте разницу. Оказывается, не прав Евдошенко в том, что он сидит. Потому что прокурор не услышал... Это неправильные выводы с моих слов. Я ни разу не сказала такого и такого не подразумевала. Только что вы спросили по поводу того, что правда, что Евдошенко отказался служить украинской армии? Это в приговоре указано. Я озвучиваю ту позицию, которая была озвучена во время приговора. И он признавал свою вину. Но это будет вопросом нового рассмотрения этого дела. Поэтому давайте не будем сейчас углубляться, если вы не против. Что касается наказания, никто не мешает адвокату обращаться в прокуратуру к высшестоящему руководству. И если адвокат считает, что Дагана в данном случае и наше внутреннее расследование это не соответствует законодательству Украины, что действия прокурора подпадают, у него есть к этому доказательства, никто не мешает ему обращаться в прокуратуру области с заявлением про скоянный криминальный злочин, чтобы вносили данные в единый реестр до судебных расследований и проводили уже не внутреннюю проверку, а досудебное расследование по фактам, которые адвокат считает присутствуют. А мой муж все еще будет сидеть в тюрьме. Смотрите, есть у тебя возможно, что завтра если проделан пересмотр, Дмитрий выпускает, и он именно в процессе пересмотра уже не в СИЗО провели, а... Конечно, есть такая возможность. Мы-то не ходатайствовали о мере пресечения. Он на стадии досудебного расследования от органов следствия не прятался. У нас, по сути, нет оснований. Дело в том, что такая мера пресечения, как содержание под стражей, это самое строгое. Да, у нас есть домашний арест, у нас есть забыстрые забавязания. И для того, чтобы применить к человеку домашнее арест, простите, содержание под стражей, суду еще нужно прокурору и следователю доказать, что этот человек представляет определенные риски. Вот, Анатолий, вот к чему я иду. Может быть, здесь все гораздо глубже, может здесь все-таки не только прокуратура, скажем так, замазала, да, в этом деле, в бездействии, а вопрос к судям. Я не говорю, я корректно говорю. Я как раз говорю, может быть, здесь все-таки вопрос к судам наших, потому что, правильно, Виктория сейчас сказала о том, что у нас сегодня реальные бандиты, реальные бандиты ходят по городу, им никогда в жизни не применяют такие мероприятия человека. А здесь взяли мальчишку, волонтера, сразу раз и закрыли в тюрьму. Так вот, здесь, может быть, вопрос нам надо задать нашим любимым в кавычках судям? И зададим. Зададим. Это все. Вот с них, я думаю, нам надо начинать. Сегодня у нас прокуратура и милиция, в моем понимании, работают, скажем так, на 4 с минусом. А вот суды у нас работают на твердую единицу. Поэтому, наверное, мы займемся в первую очередь судебной нашей гимкой платы. В любом случае, Ваше присутствие здесь говорит о том, что прокуратура меняется. Я надеюсь. Мы верим. Мы тоже. Да, все вопросы. Спасибо большое всем участникам. Если бы не поддерживаем Вашего мужа, Виктория Алина Блошенко, и надеемся, что все-таки законность и справедливость в том числе вас нашли. Секундочку, ребята, журналисты особенно, обращение. Всех освобождаем. Хорошо, хорошо. Ребята, в 12.30 в октябрьском суде сегодня будет слушание. Пожалуйста, кто может, давайте сюда. А кому вы голосуете, завтра суд? Завтра в 10, в 12.30 сегодня, в октябре. Завтра в 10.